Спасибо, что дали мне настолько полное определение проблемы и всю информацию о ней. Есть ещё одна вещь, о которой я хотела спросить. Этот вопрос интересует многих. Я знаю, что человек должен уметь легко прощать. Прощать кого? В принципе, прощать — это распространённая проблема. Иногда это непросто. Нет, нет. Я знаю, что ты хочешь сказать. Допустим, когда мне нужно прощать тебя? Сначала я должен обвинить тебя в чём-то, а затем пытаться простить. К чему такие сложности? Я не обвиняю тебя, а просто принимаю тебя такой, какая ты есть. Разве здесь требуется прощение? Это лишь усложняет жизнь. Но когда дело доходит до прощения… Но разве есть необходимость прощать? Сначала я должен обвинить кого-то, не так ли, чтобы простить? Но я не обвиняю тебя. Делай со своей жизнью, что хочешь, в чём проблема? Потому что ты распоряжаешься своей жизнью, как умеешь. Если бы умела лучше, сделала бы это лучше. Так что ты делаешь то, что можешь. Почему я должен сначала обвинять тебя в своём уме, а затем пытаться простить? Это ненужное усложнение жизни. Мне не нужно никого прощать, потому что я никого не обвиняю. Но это так трудно. Когда дело доходит до прощения, людям так сложно. Нет, я хочу сказать, что тебе не потребуется прощать. Начнём с того, что я не обвиняю тебя ни в чём. «Зачем мне тогда прощать, когда я принимаю тебя такой, какая ты есть?» Тогда нет нужды в прощении. Нет. Мне всё равно, кто ты, кем бы ты ни была. Я принимаю тебя такой, какая ты есть. Таковы люди. Люди приходят к этому, потому что выстраивают нереалистичные иллюзии и ожидания от других. И поскольку их ожидания не соответствуют реальности, они начинают обвинять кого-то в своём уме. И в один прекрасный день прощают. Не нужно играть в Бога. Оставь всю эту чепуху. Принимай людей такими, какие они есть. Ты сама не идеальный человек. Как и другие люди вокруг. Принимай их. Если вы можете работать, взаимодействовать, иметь бизнес, отношения — это прекрасно. Если нет, то нет. Оставь их в покое. Хотела бы я, чтобы все думали так же, как вы, Садхгуру. Вот что отличает вас от остальных, и вот почему мы обращаемся к вам. Нет, я хочу сказать, что сначала ты совершенно напрасно создаёшь сложности в своём уме, а потом бесконечно страдаешь от них. Стоит тебя обвинить кого-то в своих мыслях, сколько бы усилий ты ни прилагала, чтобы простить кого-то, ты не сможешь очистить свой ум от этого. Это правда. Так и есть. Благодарю вас за это. И ещё один вопрос, который я всегда хотела прояснить для себя. Это касается духовности. Существует ли какой-то способ или путь, которому мы могли бы следовать, чтобы обрести осознанность? Что это за путь? Как найти этот путь тому, кто стремится к духовности? Видишь ли, духовность — это не чья-то идеология. Это не набор моральных принципов. Она также не имеет отношения к храму, церкви или мечети. Духовный процесс означает следующее. Это тело ты накопила за определённый период. Я имею в виду, что ты не родилась такой. Ты постепенно его накапливала. Из чего? Из пищи, которую употребляла. Чтобы мы не накопили, мы можем сказать, что это наше. Но когда мы говорим, что это я, это глупо, не так ли? Это всё равно, что сказать «эта одежда — это я». Сказать «одежда моя» — нормально, но «одежда — это я» — безумие, не так ли? Получается, что «тело моё» — нормально, но «это я» — сумасшествие. Если ты понимаешь, что накопило это тело, ты также осознаешь, что накопило и всё содержание ума. Твоя физиологическая и психологическая структуры — это накопление. Но что же тогда ты? Этого ещё нет в твоём опыте. Когда человек ощущает это на своём опыте, мы называем это духовным процессом. Лично мне это даётся с трудом, потому что я перепробовала много. Возможно, вся проблема в этом. Ты пробуешь много всего. Это всё равно, что если ты хочешь выкопать колодец, тебе нужно копать в одном месте. Если ты будешь копать в десяти разных местах, каждые два дня в новом месте, у тебя будет много ям, но не будет воды. Это правда, но многие советовали мне, что нужно медитировать и тому подобное. Я как-то подсознательна. Даже когда я стараюсь делать это, оно почему-то не приводит меня туда, куда я стремлюсь. Сначала тебе нужно пройти внутреннюю инженерию. Это именно то, что я как раз и собиралась сделать. Я очень хочу пройти внутреннюю инженерию с вами, где я смогу понять, в чём причина. Дело вот в чём. Если бы твоё тело и ум подчинялись тебе, ты бы выбрала здоровье и благополучие, не так ли? Если бы твоё тело слушалось тебя, если бы твой ум слушался тебя, ты бы поддерживала его состоянием блаженства и радости. Вот и всё. У тебя есть суперкомпьютер, просто ты не знаешь, где находится клавиатура. Вот для чего нужна внутренняя инженерия. Тебе нужно найти клавиатуру, тогда ты сможешь напечатать всё, что захочешь. Я обязательно найду её в скором времени. Спасибо, Садгуру. Спасибо. Садгуру. Спасибо. Продолжение следует...